Светлана Креницкая Добрый день, Светлана! Добрый день! В Театре Аперетты вы работаете уже 23 года. Ваш самый первый спектакль здесь – это «Девичий переполох». А помните первые репетиции, первые шаги в Театре Аперетты? Ну, первые шаги в Театре Аперетты были у меня на прослушивание. Когда я, идя по улице Большой Дмитровки, остановилась возле театра и сказала, «Я хочу здесь работать». То есть я всегда мечтала здесь работать. И набралась мужества, и думаю, вот я хочу, значит, я должна. Я подошла, позвонила. Меня назначили день прослушивания. И вот наступил этот замечательный, чудесный день, невероятно волнительный. Я взяла своих партнеров, с которыми я работала тогда в Театре Царицына. Это были мои одногруппники. Один из которых сейчас, Дмитрий Краснов, является художественным руководителем театра в Туле режиссером. Второй, Борис Кричмар, является главным режиссером театра Омского музыкального театра. То есть это вот были мои одногруппники, с которыми я пришла, попросила их, чтобы они мне помогли поступить в театр. Раньше прослушивание было очень сложное. Вначале выкатывали рояль, все пели перед роялем. Потом мы показывали отрывок из спектакля «Целу меня кэт», а потом я еще и танцевала. И вот первый раз, когда я вошла на эту сцену, знаете, у меня с тех пор осталась такая традиция. Приходя в театр, выхожу на сцену и соединяюсь с ней. Я кладу руки на сцену, и вот несколько минут, мгновений соединения энергетики этого зала, этого театра и тебя. И как бы ты становишься, как будто погружаясь в эту энергетику, ты становишься единым целым. Вот тогда, знаете, для меня, для девочки, которая мечтала об этом театре, показывали по телевизору спектакли «Театра оперетты». Светлана Павловна Варгузова, Юрий Петрович Веденьеев, Татьяна Ивановна Шмыга, Герард Васильев. Невероятные, красивые, Лилия Марфи. Это были красивые мужчины, которые выходили на сцену. Да, у нас же в Советском Союзе практически ничего не было, а здесь какие-то фраки. У женщин всегда прекрасные наряды, роскошные шляпы. Это была какая-то такая сказочная жизнь, о которой я, как маленькая девочка, всегда очень мечтала. Я попала в сказку. Естественно, это было невероятно волнительно. Я ужасно переживала, я так тряслась. Мне казалось, что ну как же я вот в этих стенах, в невероятных стенах, я, ну как, надо быть достойна этого театра. Видимо, я так хотела попасть в театр, что меня было невозможно не взять. И вот я в него попала. И первый спектакль, естественно, это были самые маленькие роли. «Девичий переполох» – это такой легендарный спектакль. Невероятный, русский, лубочный, очень красивый, с красивой музыкой русской. Во втором акте была сцена, когда сватовство. И вот тут-то, значит, вы выводили всех артисток молодых, которые… Ну, мы ничего не говорили, мы просто выходили на сцену. И вот этот первый шаг в окружении замечательных артистов, именитых артистов, когда ты выходишь, ты понимаешь, что перед тобой стоят люди, которых ты раньше видел только в телевизоре, да, о которых ты читал, о которых ты мечтал. Ты, пусть ты ничего не говоришь, но ты находишься рядом с ними. Это было фантастически. Я, когда пришла в театр, у меня самая большая моя мечта была увидеть Татьяну Ивановну Шумыгову. Мне говорят, Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна. Я думаю, где Татьяна Ивановна, где здесь Татьяна Ивановна? Ну, я вижу. Подтянутая, молоденькая стрижечка, свитерок, лосиночки. Вот такие ботфорты и вот такие каблуки. Я ничего, я не преувеличиваю. Вот такие ботфорты. И идет. Знаете, такая красивенькая. И все так, знаешь, Татьяна Ивановна? Я говорю, здрасте, Татьяна Ивановна. Я расплылась. Я говорю, вот это Татьяна Ивановна. Я же понимаю, сколько ей лет, да? Но по внешности это невозможно было сказать. А потом сам факт. Мимо тебя проходит Татьяна Ивановна Шумыга. Слушайте, я побежала за ней на первый этаж и смотрела, как она одевается. Я не верила, что вот так можно выглядеть действительно не в телевизоре, не на сцене, а в жизни так выглядеть. Вот так ходить, вот так себя подавать. И я в ее спектакле, в Катрин, где она играла главную роль, естественно, мы ходили, девочки называли это делать революцию. Когда революция, все на баррикады, значит, и мы там прачки, она прачка, и мы прачки. И мы вместе с ней выходили. И все время стояли рядом, Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна. И мы, значит, такие тоже с бельем на баррикады. Ура! Ну вы быстро превратились из такой девочки, которая выходила на баррикады, в одну из ведущих актрис театра. Спустя два года после того, как вы пришли в театр, уже, по-моему, в 98-м, правильно, вы играли в «Летучие мышь». 98-й уже был год. А как это же, мне кажется, такой спектакль, когда весь зал знает, ну, если не все партии, то половину. Как было волнительно играть в таком известном спектакле. Да, очень. Потому что Адель – это одна из самых моих любимых ролей, потому что это Штраус, потому что фантастическая музыка. И, конечно, весь зал знает все наизусть, да, эту сцену. Все это знают и все ждут. А оркестр? Оркестр ведь знает и до ноты, и все. Иногда забудешь какое-то слово из оркестра. На-на-на, тебе тут же, тут же подсказывают. Этот спектакль, который знают все практически наизусть, и все равно приходят его смотреть. В этом секрет и вот это таинство, да, и волшебство театра. Каждый раз ты играешь, это по-другому. Каждый раз все зависит от того, как тебе сказала эту фразу партнер, в каком состоянии ты находишься, как тебе сейчас это хочется сыграть. Это такое, вы знаете, каждый раз разный спектакль, каждый раз новые ощущения. И думаешь, ну надо же, ты столько раз играл, а вот вдруг что-то нашел еще, что-то еще новое, что-то еще. Ну вот пьеса и «Летучая мышь» вообще, эта оперетта, она замечательная. И сколько лет вы играли на сцене театра «Оперетта» и «Летучую мышь»? 20 лет, ну 20 лет, да. Я знаю еще про один ваш интересный опыт. Вы на сцене театра Вахтангова играли певицу в постановке Анны Каринина. Сама по себе Анна Каринина, это очень необычная постановка. Герои Толстого, они говорят не простым языком, а языком жестов, языком пластики, языком танца. Почему сегодня, в принципе, пластические спектакли приобретают такой какой-то новый оборот? Вот знаете, когда я попала в театр Вахтангова и просто смотрела спектакль, естественно, первое ощущение, я пришла, я не знала, что будет. Первое ощущение – шок. Как? Не говорят? Музыка? Но это было буквально несколько мгновений, несколько секунд. И дальше это настолько тебя увлекает. Выражение эмоций, вот именно пластический, актерский, мне кажется, оно не может оставить равнодушным ни одного человека. Для меня это, конечно, невероятный опыт, и я безмерно благодарна вообще этому театру и приглашению в этот спектакль. Я уверена, он необыкновенный, и о нем говорят, о нем будут говорить, и он будет жить. Ну, театр Вахтангова – это же Щукинская школа. Я знаю, что с выпускниками именно Щукинского училища вы работаете еще в одном спектакле. В феврале этого года состоялась премьера спектакля «Доходное место». Я знаю, что в одном из составов с вами играет прям полностью выпуск Щукинского училища, правда? Да. Вы знаете, театр Вахтангова вообще очень близок к нам. Видимо, поэтому не просто так искали школу, где бы научить актеров, которые бы обладали теми способностями, теми навыками, которые могут участвовать в нашем театре. Ведь у них очень много музыкальных спектаклей, у них очень пластические спектакли. Это как раз то, чем занимается наш театр. Они все чудесные, в них есть вот этот дух театральной, театральной школы. У этих людей по-другому горят глаза. Да. Они понимают, что придя в театр, они по-другому общаются с людьми, нежели, допустим, много лет назад, когда первый раз к нам у нас в театре был мюзикл «Метро», там набирали людей, не только которые учились где-то в каких-то учебных заведениях, но и просто талантливых ребят, которых, допустим, был голос, или они попадали под фактуры именно того героя, который нужен был. Вы знаете, очень была заметна разница людей, которые воспитывались в определенных условиях, в школе, да, и людей, которые не понимают, что такое театр. Которые приходили, они могли бы... То есть вы приходите в театр, есть такой закон, вы со всеми здороваетесь. Будешь 10 раз проходить мимо человека, ты 10 раз будешь ему говорить «Здравствуйте». Так принято. В театре всех друг с другом здороваются, всех друг с другом обязательно. Ну, это так принято. Люди, которые не знают, что такое театр, они не здороваются. И я видела, как та же Татьяна Ивановна Шмыга стояла, да, вот просто идет толпа молодых людей, которые так, о, они попали в проект, они радостные, они довольны, они такая толпа просто. И Татьяна Ивановна так к стеночке. И, знаете, мне было не очень приятно это ощущать, но это был маленький эпизод в нашей жизни, да, который потом все-таки они, знаете, театр их переломил. Они поняли, где они находятся, да, и они несколько так вот стали себя по-другому вести. Вот ребята, ребята-щукинцы, они, конечно, напитанные, невероятные. Ведь они воспитываются в такой школе, они танцующие, они музыкальные. Они обучены, они обучены говорить, играть. У них есть актерская школа. Понимаете, это очень важно. И в этом спектакле драматическая пьеса плюс музыка Гладкова. Кстати, вот немножко про музыку. Ведь само по себе доходное место Островского – это, ну, совсем не музыкальный спектакль. Как так получилось, что он идет на сцене театра «Оперетта»? Получилось просто замечательно. Это счастливое стечение обстоятельств, я считаю, для нашего театра. Потому что наш дирижер и композитор Андрей Семенов учился у Гладкова. Его мюзикл, который был написан много лет назад, он принес его сюда. А Валерий Архипов, который тоже спектакли его идут в нашем театре, этот спектакль воплотил в жизнь. То есть они несколько переделали пьесу, что-то дополнили, что-то еще, сделали свою собственную редакцию. И вот это чудо, которое говорили – доходное место, драматический спектакль. Как? На сцене театра, извините, музыкального театра получилось чудо. Получилось волшебство. Потому что ребята чудесные, молодежь восхитительная, замечательная. Они замечательно играют, они поют, они двигаются. Костюмы – это шедевр. Вика Северюкова, вы знаете, у меня роль в Ишневской, и мои два платья, ну, надо было, видимо, как бы, знаете, вот дожить до того момента, когда я смогу надеть вот эти костюмы. Костюмы фантастические не только у меня. Вы знаете, нет ни одного костюма у хора, у балета, чтобы это не была авторская работа и ручная работа. На костюмы можно разглядывать, и каждый раз смотришь и находишь какие-то новые детали. Продумано все до мельчайших подробностей, до украшений, до какой-то булавочки, до какой-то застежечки. Я знаю, девочки из хора выходят на номер в спектакле, они выходят переодеваться, и они тут же это платье снимают. Так вот, Вика была настолько скрупулезна костюмом, что вот рукавчик так, а отсюда чуть-чуть выглядывает прошло. Именно вот чуть-чуть, именно на сантиметр, а не на полтора. Каждый раз, проходя за кулисами, выходя, каждый раз мы разглядываем друг друга костюмы и находим что-то новое. Это шедевр, просто шедевр. Знаете, такое счастье, мы все находимся в счастье, пребывая в невероятно красивых костюмах. Какие шляпки, перчаточки, обувь, каждому костюму своя собственная обувь. Ой, это такое удовольствие, это такое удовольствие. Вы с таким огромным удовольствием и с любовью рассказываете про сцену. Я знаю, что в последнее время вы еще и преподаете. Как вот вы решили совмещать профессию актрисы и профессию преподавателя? Было, наверное, трудно отказаться от какой-то части репетиции, спектаклей, это же вот часть себя, наверное. Вы знаете, так сложилось, и так складывается всегда, что есть более активный момент, когда я занята была практически во всех спектаклях, в каких-то спектаклях я играла и по две роли. Сейчас в течение времени это нормально, я перехожу несколько на другие роли. У меня появилось время, мне не приходило в голову, пока я была очень сильно занята, что я буду преподавать. Я никогда об этом не задумывалась, и когда мне говорили, а не могла бы ты с кем-то позаниматься, я говорю, нет, 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 что вы, это вообще не мое, да нет, этого никогда не будет. Но наступает момент, когда надо переходить с одних ролей на другие роли, и появляется гораздо больше времени, естественно, это нормальный процесс. И вы знаете, когда мне предложили, я согласилась, я поняла, что, наверное, надо попробовать. Потому что когда я очень много работала и очень много пела в театре, я не могла бы этим заниматься абсолютно точно. Потому что мне кажется, что любая работа требует полного погружения в это. И невозможно так, пришел сегодня, а, да, здравствуйте, да, до свидания, все, я ушел. Это же ведь процесс, который все время, ты все время о нем думаешь. Я все время думаю, а что, как бы вот это получше объяснить, как бы вот это лучше объяснить, а вот здесь что-то не получается. Вот мне ночью снятся распевки, которые я должна девочке дать, для того, чтобы у нее какое-то там место вдруг получилось в какой-то из арий. Ну, в общем, это невероятно интересно, особенно, когда что-то начинает вырисовываться, и когда из какого-то зажима что-то разжалось, что-то получилось. Вот у моей девочки тут вдруг колоратуры зазвучали, она никак не могла найти эту точку, и вдруг, значит, у нее вот это все получилось. Вы не представляете, я радуюсь, как будто бы это вот у меня что-то такое получилось, как будто бы ты что-то лепишь, наверное, так скульптор, да, что-то вылепливает. А я вылепливаю точно так же голос, там, убирая что-то или еще что-то добавляя свое. Это невероятно интересно. Ну, все равно не мешает ваша преподавательская деятельность в вашей работе в театре. Лето, пора гастролей. Куда отправитесь в этом году и с какими спектаклями? Ой, в этом году у нас замечательное лето. В этом году наш театр едет со спектаклем «Гранд Канкан» в Юрмалу. А что это за спектакль? Можете немного рассказать? Это спектакль-концерт, в котором собраны самые популярные мелодии из оперет, мюзиклов, каких-то песен. Это все сдобрено балетом. То есть это такой спектакль-концерт, в котором можно увидеть разные-разные картинки. Такой калейдоскоп очень красивый. Мы его все очень любим и, конечно, с нетерпением ждем этих гастролей, потому что Юрмала, Лето и театр оперетты. Что может быть лучше? Спасибо, Светлана. Ну а я вам желаю успешных гастролей и новых интересных спектаклей. Спасибо.